невероятные вообще прорывы в духовном мире используете благодарность до шел с молитвы прям благодарил свыжного за все вообще за все и это так настолько очень такая интересная практика ведь вот каждая вещь например которая у меня есть я когда-то и очень хотел хотел когда-то эту кофту купить футболку телефон наушники но как человек устроен он когда что-то хочет купить он хочет и в момент когда он покупает он радуется а потом мозг так устроен что человек перестает радоваться а почему перестает это же очень неэффективно это очень как сказать кто очень неэффективно потому что можно радоваться каждый день мы каждый день заново просыпаемся и могли бы заново радоваться всем тем вещам которым радовались когда-то это очень логично и очень правильно вот я сегодня пока шел с молитвы за все поблагодарил как пришел домой в таком хорошем настроении невероятном и так значит сегодня у нас сегодня у нас шестидесятый урок в цикле благодарность и мы продолжаем изучать мы пришли к тому что он сейчас в этой главе рафшал марош он нам дает такую идею что нужно верить в частное проведение что всевышний с нами общается через все события которые есть кстати название нашей платформы ваикра и возвал она базируется на этом принципе потому что есть книга в торе ваикра и глава в торе называется ваикра и возвал ваикра ашем эль мошей и возвал бог к мошей раббейну к моисею и бог взывал к пророкам и пророки слышали этот голос всевышнего внутри себя и передавали этот голос дальше но в торе там слова ваикра и возвал написано с маленькой алиф и рабин ахмад как раз учитель рафшал мароша он говорил что почему там написано буква ваикра в конце алиф маленько он говорит потому что когда не стало пророков то это алиф превращается в эй можно издалека не похоже а ваикре и случилось и он такую вещь сказал вот это как раз мы сейчас изучаем что все события которые с нами происходят все абсолютно без исключения это всевышний взывает к нам он с нами общается он все делает и вот сейчас рафшал марош говорит что нужно обязательно видеть во всевышнем в событиях то что всевышний делает и особенно понятное дело что в хорошем это достаточно легко хотя многие это не делают благодарить свышнего за все хорошее мы даже обязаны это делать когда мы берем какую-то еду которую хотим съесть или после еды или когда мы получаем какую-то есть благословение на покупку например когда ты получаешь покупаешь какую-то вещь которая тебя радует тоже есть благословение сказать всевышнему спасибо на все праздники мы говорим благословение в час ханука ханука самых мы читаем каждое утро в молитве алель алель это специальная молитва прославления солны царя давида где мы прославляем всевышнего то есть прославлять благословлять за хорошее это понятно есть в этом логика хотя большинство еще раз повторю это не делают но говорит нам рафшал марош что если ты неприятности и проблемы начинаешь воспринимать с такой же радостью и с благодарностью и ты говоришь свыше спасибо что ты мне дал эту неприятность ты мне что-то показываешь то ты уменьшаешь дозу неприятностей которая на тебя может прийти до пяти тысяч раз и у меня есть для этого конкретные доказательства сейчас прям конкретно я вот эту идею я нашел прям понятное доказательство однозначно что это так есть но пока давайте он объясняет это рафшал марош на своих примерах называется следующая глава врата ада или рая еще один пример он говорит вот смотрите например человек идет в в израиле во все почти общественные места есть такая рамка как в аэропорту которая проверяет его человек проходит через эту рамку она звенит он достает из карманов ключи достает из карманов телефон опять проходит опять она звенит охранник возвращает его назад вежливо но твердо человек роется в карманах вынимает оттуда что-то металлическое снова пробует пройти нет 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 и так несколько раз разве это не раздражает он говорит конечно раздражает но только того кто не живет по вере значит тот кто живет по вере он понимает что его задерживают не охранник не ворота и не ключи а сам всевышний поэтому когда человеку не достает веры он не видит всевышнего и начинают раздражаться я же не вор что я похож на террориста ловите преступника вместо того чтобы нападать на честных граждан но тот кто усвоил изученный нами принцип и помнит что мелкие повседневные неприятности могут искупить все грехи избавить его от настоящих страданий если их принимать с любовью тогда он проходит через такие повседневные испытания с гораздо больше легкостью он говорит неужели так сложно быть вытянуть еще раз ключи из кармана что случится мир перевернется это не стоит почти ничего но тот кто знает что благодаря этому может избавиться от тяжких и продолжительных страданий примет эту ерунду с великой любовью и радостью понятно да то есть страданий избежать нельзя но вопрос как ты на них реагируешь или ты на них реагируешь с любовью и радостью благодаря всевышнему и тогда ты мелкими страданиями спасаешься от крупных или наоборот значит и он опять приводит законы шелхана руха урахаем 222 глава что для служащих всевышнему зло в радость то что с ними случается разные события и благо поскольку они принимают с любовью то что указал им всевышний таким образом принимая то зло которое происходит человек служит всевышнему и это ему в радость понятно да что нам предлагает он предлагает так если ты уже не можешь избавиться то сделай из лимона лимонад но лимон он он есть то есть тут очень важный вот этот момент чтобы понять вот это страдание но я благодарю всевышнего за это страдание и я этим страданием спасаюсь от каких-то больших страданий избежать страдания ты не можешь ни первым ни во втором случае то есть это не как тебя не от этого страдания которым ты сейчас страдаешь ты его уже не избежишь оно уже произошло или происходит сейчас значит дальше он приводит пример из раби строля салантра был такой великий раввин который пришел домой они жили очень бедно жена купила молоко же молоко убежала там сгорела все и он нам абсолютно из-за этого не расстроился он не сделает никакого замечания и и но только он говорит а что всевышний хотел нам показать вот давай подумаем вспомним и оказалось что она забыла как раз за это молоко заплатить она оставляла деньги молочнику а так как они были большие праведники и царите и жили очень бедно то молочник бы сто процентов был не стал бы у них просить деньги забыли забыли но при этом он мог не обмолвиться из уважения к ним и вот так совершили бы они грех кражи и обиды ближнему и когда они это осознали то супруги очень обрадовались что молоко пролилось и возблагодарили всевышнего спасшего их от греха теперь дальше если человек он на эту маленькую неприятность не принимает с любовью от всевышнего и не осознает что всевышний ему дает то что ему положено но ему неприятно да но такая жизнь то если он начинает раздражаться то у него начинается от состоит из внутреннего раздражения и гнева и из последующего развития событий когда в доме например во всем ощущается раздор и ссоры если речь идет о домашних отношениях то есть за мелкое какое-то раздражение может включиться целое целое огромное огромное неприятность да теперь значит чтобы проиллюстрировать разницу между тремя днями и 40 годами вот эту разницу шкала страданий от трех дней до 40 лет это в 5000 раз разница он говорит что вот я вам дам такую понятную иллюстрацию вот представьте человек потерял 20 долларов если он примет это с любовью он просто потеряет 20 долларов ну бывает но если он не примет это с любовью начнет с этим бороться тогда он может потерять 20 долларов 5000 раз больше это 100 тысяч долларов вот и выбираем говорит что ты хочешь потерять 20 долларов или 100 тысяч долларов вот эта разница между страданиями принятыми с любовью и страдания которые ты не принимаешь с любовью поэтому пусть запомнит каждый принимая с любовью мелкие неприятности это спасет тебя от страданий в 5000 раз больших теперь я думаю а какой вот пример есть в нашей жизни такой вот в современной жизни так где можно этот закон проверить я значит спросил g5 чат я спросил этот вопрос и он мне привел несколько примеров из семейной жизни тоже они не очень такие приятные но тем не менее вот давайте на них посмотрим них четко видна вот это вот разница между между страдания принятое с любовью и страдания не принятое с любовью значит в интересная цифра что в тысячу в 2017 году по оценкам оон по статистике как вы думаете сколько было убито женщин умышленное убийство значит умышленных убийств женщин было восемьдесят семь тысяч я думаю что эта цифра никому не приходила в голову потому что мы сейчас находимся там идет война одна война другая и мы видим каждый день сообщают о убитых это страшно и так далее но то что в год восемьдесят семь тысяч женщин было убито в 2017 году а мужчин было как вы думаете сколько убита в четыре раза больше то есть умышленное убийство на двух женщин убивают 8 мужчин то есть это очень интересная вещь но в среди убитых женщин 80 процентов это домашнее насилие их убивают члены их семьи мужья или родители там и так далее теперь из цифры вообще просто но взрывают мозг теперь несколько историй вот 2019 году в москве 40-летний андрей алексей шевцов убил свою бывшую жену елену ее нового мужа александра он проник в их квартиру и зарезал их ножом потом сдался полиции по за что по его словам он не мог смириться с тем что елена вышла замуж за другого и отказывалась общаться с ним то есть у него было страдание наверное ему было неприятно что его бывшая жена живет с другим человеком да теперь он на а это страдание он не мог принять с любовью и он решил их убить что с ним дальше стало я спросил да алексей шевцов был приговорен к пожизненному заключению он отбывает наказание в одной из московских колоний его бывшая жена елена и новый муж александра были похоронены на ваганьковском кладбище то есть он вместо страдания маленького что его бывшая жена живет с тем-то другим он раздражался гневался и так далее убил ее и бывшего и нового мужа и пожизненное заключение то есть эта разница между страданиями маленькими непринятыми и в результате пожизненное заключение другой пример значит в двадцатом году в 2020 году в санкт-петербурге 35-летняя анастасия кузнецова убила своего бывшего мужа андрея его новую жену екатерину она поджидала их на лестничной площадке выстрела в них из травматического пистолета потом она пыталась покончить с собой но была спасена соседями по ее словам она не могла простить андрею измены и развода то есть да у нее были страдания он ей изменил и с ней развелся но она решила что эти страдания она не готова принять и чтобы их как-то не знаю остановить может быть она думала и легче станет она убила его и его новую жену что с ней стало анастасия кузнецова была приговорена к 18 годам лишения свободы она отбывает наказание в одной из петербургских колоний ее бывший муж андрея его новая жена екатерина были похоронены на серафимовском кладбище то есть что здесь интересно она думала убрать страдания от того что ее муж я изменил и живет с другой женщиной но она получила 18 лет колонии 18 лет представляете и последний пример который мне дал живите чат в 2021 году в красноярске в двадцать первом году в красноярске это была история 42-летний сердея кузнецова убил свою бывшую жену ольгу ее нового мужа дмитрия он подождал их на парковке возле дома сбил их на машине потом он вышел из автомобиля избил их до смерти по его словам он не хотел чтобы ольга была счастлива с другим и отнимала у него детей значит вот он решил так избавиться от этих страданий что она живет с другим теперь что с ним стало сергей кузнецов был приговорен к 20 годам лишения свободы он отбывает наказание в одной из краснодарских колоний его бывшая жена ольга и новый муж дмитрий были похоронены на северном кладбище то есть это очень грустные истории но мы видим как раз вот эту вот разницу между маленьким страданием которое человек испытывает принципе когда он как он испытывает страдания человек который развелся или чек который развелся он сидит где-то у себя там на кухне да и он думает о том как ему плохо и как наверное хорошо тем которые которые там причем он же это может думать и по-другому знаете есть известная история когда когда один мужчина на кладбище видит другого который сидит возле могилы и рыдает рыдает и в возле могилы плачет как ты мог так рано умереть за что ты нас оставил как же ты мог так уйти из этого мира что же ты сделал как же ты мог так нас оставить он спрашивает мужчина по ком вы плачете он говорит это бывший муж моей жены то есть его жена выдавала на ней потом женился он плачет сейчас почему умер ее бывший муж как он мог оставить почему он так страдал что тот умер это он говорит если бы ты не умер явно не не женился теперь тот который а убивал вот этих своих бывших там уже и жен и так далее он на он наоборот своих мыслях он думает как же так меня оставили они там радуются я сейчас их убью ему стало легче пожизненное заключение 20 лет тюрьмы 18 лет тюрьмы но то что мы знаем про тюрьмы это точно не санаторий не курорт и это не самое лучшее место для проведения там 20 лет жизни понятно да то есть мы здесь видим вот это соотношение минимальные страдать до страдания да неприятно да изменил даже нился хорошо значит да мне тяжело час но примета с любовью от всевышнего но представляете что люди творят когда они не принимают нет я это не могу принять а как что мне теперь сделать я его убил убил в пожизненное заключение вот так эта мысль она я думаю что сейчас нам стало совсем понятно и лучше принимать мелкие страдания с любовью тогда они нам открываются в разговор со всевышним служение всевышнему в понимание что всевышний от нас хочет в исправление и так далее и в итоге в итоге что в итоге мелкие страдания могут превратиться в большие какие-то плюсы в жизни это то что нам равша ломаруш сегодня в шестидесятом уроке объяснил про мелкие страдания до он говорит не надо ничего другого предпринимать вот ты бери если уже есть эти страдания прими с любовью и тогда тебе откроется какая-то новая в новое вот смотрите как можно это понять еще на примере таком жизненном вот например у человека болит голова болит голова то есть он может на этом сосредоточиться из начать но все боли то на все или он может принять с любовью он говорит все спасибо тебе всевышний за то что мне болит голова и он в этот момент расслабляется спасибо что мне болит голова спасибо что этими страданиями я выкуп и искупаю свои какие-то грехи которые у меня были спасибо тебе что что вот этим мелким страданием я могу спасти себя от каких-то будущих всех проблем то есть по большому счету если мы исходим из того что что то что человек говорит одно то с ним и происходит то сам подобный внутренний диалог да что спасибо за это и она меня спасает спасибо за это она меня выкупает что жизнь и смерть на кончике языка и когда человек так воспринимает он говорит спасибо что ты так меня любишь что у меня всего лишь головной болью я я как бы вышел из всех остальных жизненных своих проблем то есть сам по себе такой разговор если взять его как основу событий которые происходят в дальнейшем жизни он естественно для человека лучше чем другой вариант диалога что не так не везет но почему я такой невезучий вечно мне не везет я скоро с ума сойду меня это все достало как меня раздражает уже вот это и голова у меня болит и все у меня не ладится и что у меня за жизнь такая что я за человек что вы за люди все плохо то есть одна и та же головная боль только в первом случае она она набро человека расслабляет она набро человека выстраивает да спасибо что ты так меня любишь что у меня же здесь головная боль спасибо что ты так меня любишь что именно вот таким мелким мелким таким страданием я избавляюсь от всех проблем моих в жизни которые были мои ошибки и которые будут не дай бог чтобы никогда больше не было но я сейчас вот я принимаю с любовью это страдание соотношение 13 к 40 годам или один к пяти тысячам я сейчас вот этой вот болью головной искупил в 5000 раз большее страдания спасибо тебе всевышний я уже чувствую как я выздоравливаю как проходит головная боль как все отлично вот это два разных варианта диалога то же самое отношения да да вот муж у меня такой козел он вот все да но спасибо тебе всевышний что вот такие у меня страдания что я с этим вот сейчас пострадала пострадала и значит спасибо что он от меня ушел спасибо что теперь у меня нет этого козла да раз он такой оказался козел то хорошо что он ушел но вот так вот все те которые думают что от них кто-то ушел но он ушел значит он слава богу что он ушел а так бы он бы не ушел бы и еще хуже было бы а так он ушел и слава богу пускай теперь она с не мучается да все то есть вот все те люди которые сидят сейчас 20 лет 18 лет пожизненные они же могли бы быть дома и быть счастливыми да они пострадали да реально пострадали да он оказался козел или она ушла там изменил не изменил все но уже все же уже я пострадал зачем мне еще нужно убить и сесть на 20 лет тюрьму понятно теперь хорошо дорогие друзья давайте перейдем с этой темы тут я думаю мы разобрались очень-очень хорошие примеры да я нашел мне прям очень они нравятся и значит а теперь вот здесь я так увлекся тогда криминальной хроникой что 60 урок из книги равзеля гоплистина я не успел прочитать скажу вам правду но слава богу значит попробуем по названию догадаться что он нам советует говорит он так when someone does something imperfectly for you когда кто-то сделал что-то не не perfect для тебя то есть вот тебе кто-то сделал что-то не perfect и он говорит так у тебя два варианта или у тебя вариант стать unhappy и и стать unhappy и расстроиться и обратить внимание он же сделал сделал но не perfect и я помню один мне рассказывал как он развелся женой он это же чуть не убил после этого он говорит я говорит но она уехала я дома убрал вот прямо помню эту историю я убрал дома все и в шкафу сложил свои вещи знал что она любит порядок жена больше он с ней развелся потом и говорит я сложил все в шкафу сложил все все вещи да и значит сложил все вещи в шкафу и она такая приезжает и ищет где же я что не так сделал вот есть люди которые любят чтобы все было perfect и они самые не частные люди мы знаем перфекционисты самые большие страдальцы педанты перфекционисты и изнеженные она была вот этим перфекционистом и значит она открывает шкаф а там все сложено он говорит я в шкаф все сложил это было для меня очень необычно но я все сложил шкаф и тут она берет говорит вываливает все из шкафа на на пол он не говорит ты чё дура говорит вот прям я помню он рассказывал это на тренинге что дура говорит я же складывал она говорит футболки надо складывать с дипчиком к себе с дипчиком вперед все и он говорит я после этого уже не выдержал с ней развелся то есть что она могла сделать она могла сказать какой-то молодец как ты для меня старался как ты старался все складывать и ты такой молодец я так рада что ты правил внимание что ты это дано не перфект с ее точки зрения она не было с дипчиками к себе но у них могла остаться семья так вот он говорит такую вещь если для тебя сделали что-то сделали но не perfect обрати внимание на намерение на то что сделали на то что старались и когда ты за все это за полуполный стакан сам порадуешься человека поблагодаришь после этого ты можешь ему сказать когда ты 80 90 процентов ты ему дал вот такого вот добра до благодарности сеньки ты можешь сказать и в следующий раз если ты сможешь сложить с дипчиками к себе будет отлично если нет то нет значит я помню тоже на тренинде был другой еще один случай однажды значит это было там были муж женой и жена его все время критиковала прям критиковала критиковала и тут она узнала что если критиковать это можно разрушить вообще свои отношения свою жизнь а если хвалить наоборот можно улучшить и она рассказывала потом я значит начала его хвалить и он прям вообще я его хвалю за то что он делает а он хочет мне еще больше делать еще больше делать и говорить я так удивилась что похвалой можно наоборот и благодарностью можно наоборот человека побуждать делать еще больше намного намного сильнее чем критика и вот она говорит он не как-то прихожу домой лежит кофточка говорит ужасного те как сейчас помню он говорит ужасного желтого цвета ужасного говорить я прям вообще и тут он мне звонить юра его звали юра звонит а я тебе подарок видела и она горит я уже хотела взорваться я бы говорю да видела юра спасибо тебе что ты мне подарил такую прекрасную кофточку спасибо что ты думаешь обо мне спасибо что ты такой хороший муж и ты все время обо мне думаешь хочешь мне сделать подарок приятно и она говорит а я сама говорит внутри я этот желтый цвет ненавижу и тут он мне говорит все говорит я побежал еще дочке такую куплю такую же желтую кофточку она рассказывала это тоже очень смелость то есть действительно когда ты для тебя сделали не perfect но ты благодаришь то это сделает больше вариантов что я буду делать дальше чем когда ты обратишь внимание на полу пустой стакан не заметишь все хорошее что было в этом там подарки или в том что для тебя сделали и возможно ты как бы научишь человека что она не perfect но общаться он с тобой больше не захочет все дорогие друзья спасибо вам что вы пришли на урок у нас сегодня почему-то меньше чем обычно ну слава богу видите вот давайте сейчас на этом потренируемся у нас сегодня 135 плюс 32 это 167 человек прекрасно слава богу спасибо всевышнему 167 человек это тоже это 167 человек смотрят и учатся быть благодарными благодарить всевышнего благодарить людей благодарить себя создавать добро в мире и в заслугу того что мы создаем добро чтобы наступил мир закончились войны все злодеи были уничтожены все добрые хорошие люди были здоровы и счастливы и чтобы всевышний услышал наши молитвы наши благодарности и восполнил то чего нам не хватает совсем удачи успехов ханука сам и ах и до завтра